В эфире телеканала БТБ. Мы продолжаем марафон, посвященный дню выборов Верховную Раду Украины. Сегодня мы продолжаем обсуждать важные моменты, по сути, говорить о том, насколько большую ответственность возьмет на себя парламент восьмого созыва украинский. Сейчас в студии телеканала БТБ будем говорить о энергетической стратегии и влиянии новой Верховной Рады на этот сектор жизни, по сути, всей нашей страны. Беседовать будем в студии с нашим гостем, экспертом по энергетике Юрием Корольчуком. Юрий, здравствуйте. Понимаем, что с одной стороны энергетика и законодательная инициатива, законодательное самотворчество, они, казалось бы, якобы, может быть, и не связаны. Но понимаем, что от Верховной Рады будущего созыва будет зависеть очень многое в вопросе энергетической независимости Украины. Какие пункты, какие моменты уже готовы к обсуждению и фактически будут дожидаться тех людей, которые скоро с удостоверениями народных депутатов Украины попадают в Верховную Раду? Ну, во-первых, самый главный интересный момент и вопрос, который будет всех интересовать, тоже, насколько обновится Верховная Рада, сколько новых лиц будет и новых лиц, которые будут с опытом в энергетике. Вот, что самое интересное. Насколько они будут, как бы, действительно реагировать адекватно и соответствующе на те вызовы, которые стоят сегодня перед Украиной. Это касается, как бы, и вопроса газа, и угля, и атомной энергетики. Ну, можно сказать однозначно, что новый парламент, он перед собой получит следующие вызовы именно в той части, которую вы называли законодательной. То есть у нас существует закон о рынке газа, его нужно пересматривать. Уже, как бы, есть инициатива, которая, как бы, будет продолжаться, скорее всего, вот в течение каденции Нового Верховного Совета. Идет речь о том, чтобы фактически либерализировать более газовый рынок Украины, чтобы создать конкуренцию. Потому что, как мы знаем, в каждой области фактически существует монополист, это был газ. И, конечно же, для покупателя, то есть для нас с вами, как обычных, например, потребителей, мы уже, кстати, с 2014 года, с этого, который уже, как бы, проходит, мы должны были бы иметь право выбирать себе поставщика газа. Ну, как бы, мы этого не можем сделать, потому что, опять-таки, то, что я говорю, монополизм присутствует. Но это вопрос к украинским законам или все-таки к физическому расположению труб? Потому что понимаем, что мы можем бесконечно долго что-то разрешать, но, тем не менее, если труба будет идти от одного поставщика, то получить газ по той же трубе от какого-то другого поставщика, наверное, будет представляться сложным. Задача как раз вот этой Верховной Рады будет, я бы так сказал, усовершенствовать тот закон, который существует о рынке газа и фактически создать условия для того, чтобы вот эту монополию разрушить, чтобы можно было создать новых субъектов, как, например, в Европе есть там маленький городок, например, 50 тысяч жителей, а ты можешь выбрать как потребитель из 100 поставщиков, например, и это реальность. То есть Украина должна к этому стремиться, потому что это конкуренция, это удешевление цены, как бы, это нормально. Ну, это, как бы, один из простых путей, простых вариантов, которые ждут Верховный Совет. Более сложный вопрос, это, конечно, будет касаться газовой отрасли в таком глобальном понимании, это то, что вот мы увидели, были приняты законы об аренде ГТС, там, где прописано, что участниками этой аренды могут выступать европейские страны, Европейского Союза и США, России, как мы знаем, там нет, и вот, скорее всего, учитывая сложную ситуацию Украины сейчас с выплатой долгов, вот с этим переговорным процессом, который, как бы, очень долго, как бы, затягивался и шел, то, скорее всего, как бы, мы увидим возвращение к этому вопросу, потому что нужно будет принимать решение, все-таки, каким образом модернизировать ГТС, именно какие компании будут принимать в этом участие. То есть этот Верховный Совет, он, как бы, и, я бы так сказал, будет принимать доленосные решения вот в этом вопросе, потому что оттягивать уже нету, как бы, времени, нужно, как бы, искать инвесторов, нужно привлекать средства, нужно модернизировать и нужно думать о том, чтобы действительно, ну, Российская Федерация, которая, по большому счету, можно употребить такое слово, угрожает Украине в том плане, чтобы сократить поставки газа, транзит, и через северный поток, и через, возможно, южный поток, который они все-таки планируют и настроены решительно строить, через голубой поток в Турцию, то есть мы можем оставлять, я боюсь, как бы, конечно, что такое случится, такой пессимистический прогноз, но вместо 80 миллиардов кубометров транзитного газа, мы можем, как бы, опуститься, в лучшем случае, до 60 миллиардов. И вот перед новым Верховным Советом будет стоять задача, как вот удержать этот уровень, потому что это реальные деньги, это реальный доход в казну бюджета, то есть это очень важный вопрос. Также очень важная сфера тоже, конечно, кроме газовой, как мы видим, сейчас это угольная отрасль. Она сейчас, как бы, очень страдает, учитывая то, что часть шахт, как бы, не контролируется Украиной. Вот будет вопрос, как, какие решения будет принимать этот Верховный Совет в отношении тех шахт, которые остались, условно говоря, скажем так, возьмем в кавычки слово, за границу уже, да, то есть, которые мы не контролируем. То есть, или их дальше датировать, эти шахты, или договариваться их приватизацией, или их сокращать просто, то есть, закрывать фактически. Здесь вопрос с шахтами достаточно оперативно должен решаться, потому что понимаем, что они требуют определенного обслуживания, если вопрос затянется на какое-то длительное время, да, его рассмотрения. Это на предмет, кстати, с того, что вот мы и начали, то, что насколько профессиональным будет состав Нового Верховного Совета, и насколько он будет быстро, вот, оперативно реагировать на эти проблемы, чтобы, как бы, принять действительно доленосные решения, потому что как и в газе, так и в угле это будет решение, которое определят наше развитие реально на несколько лет вперед, как минимум. И вот приватизация шахт, этот вопрос актуально стоял еще с 2010-2011 года, как мы знаем, он откладывался, сейчас уже, как бы, откладывать нельзя. Нужно будет думать, в этом контексте приватизации шахт, или концессии, или аренды, нужно будет смотреть, что, как бы, делать, если так сказать, прямо с шахтерами, как бы, какая их судьба, это тоже ляжет на плечи этого Верховного Совета. То есть, социальная, как бы, сфера, потому что там и так, как бы, очень сложная, катастрофическая ситуация, как бы, военная, фактически, но еще, как бы, социальные проблемы, допол, ну, если не разрешить их, не предотвратить, так сказать, то мы получим просто бомбу замедленного действия, к сожалению, и не в пользу Украины это будет. То есть, угольная, как бы, отрасль тоже будет, как бы, требовать внимания. И, опять-таки, тут нужно будет, как бы, именно уже не менять даже правила игры не предотвратить, а принимать конкретные решения, приватизировать это или не приватизировать, закрывать эти шахты, не закрывать, датировать, потому что мы выделяем более 15 миллиардов гривен, или не датировать, из дотации более, сумма более 10 миллиардов гривен, это деньги, которые идут на зарплату шахтерам. То есть, по большому счету, вот этой ситуации все, ну, я повторюсь, что все будет зависеть от профессионализма этих людей. Очень важный, конечно, момент это электроэнергетика. В общем, у нас есть уже, как бы, тоже принятый закон о функционировании рынка электроэнергетики. Он был видоизменен, опять-таки, он настроен, как бы, на европейский манер, как и, как бы, газовый закон о либерализации газового рынка. Но стоит отметить, что фактически он, как бы, не действует. То есть, те принципы, которые должны были быть задействованы, то есть, фактически, ликвидация оптового рынка, то есть, который сейчас у нас присутствует, когда все, кто вырабатывает электроэнергию, это атомные электростанции, гидро, тепловые, зеленая энергетика, они все, как бы, направляют электроэнергию в общий котел, как его называют в нашем кругу профессиональном, а там уже, как бы, определяется единая цена, и из этого котла уже поставляется электроэнергия населению по дешевой цене, начиная от 30 копеек за киловатт, и промышленности по высокой цене, и даже выше, чем европейская, это по гривне фактически 40 копеек за киловатт. И на экспорт по экспортной цене. И на экспорт по экспортной цене, да, дотационные сертификаты там присутствуют. Здесь же, как бы, закон, он призван был, его принятие в 2013 году призвано было, как бы, изменить вот эти правила, физически создать, опять-таки, рынок конкуренции, чтобы были и двухсторонние контракты, то есть, чтобы вы, как производитель электроэнергии, например, или атомная электростанция, государственная, конечно же, например, или тепловая электростанция частная, вы могли напрямую подписать договоры с заводом, как бы, и поставлять туда электроэнергию, и, по большому счету, вы бы себе более прибыль создавали. Но это, как бы, и создание, как бы, условий конкуренции. То есть, все бы конкурировали, и, я бы так сказал, дрались между собой, чтобы получить, как бы, лучшего клиента. Но здесь, как бы, возник вопрос, что мы не можем сразу перейти к этому вопросу. И, опять-таки, к сожалению, в той ситуации, отталкиваясь от того, что мы проговорили об угле, да, проблемы с углем, то есть, проблемы с выработкой электроэнергии, и вот это сейчас, этот закон, его нужно будет менять, его будет нужно менять не в том смысле, чтобы существенные какие-то вносить правки, а заставить его работать быстрее, фактически. То есть, вот эта задача будет Верховного Совета. И насколько он с этим справится, если даже по газу, по углю еще можно, как бы, допустить, что вопросы можно решить, принять, то здесь, как бы, очень будет сложно, потому что система электроэнергетика, она, к сожалению, очень изношена, еще находится в худшем состоянии, чем газовые сети, их нужно модернизировать, менять, это большие инвестиции, а фактически вся, как бы, и электрогенерация, то есть, кто вырабатывает электроэнергию, и сети, то есть, линии электропередач, они все уже проданы, как бы, они все частные. И вот, как государство будет влиять, вот, на этот частный капитал, как, если так грубо сказать, заставить их, заставить их модернизировать, вкладывать деньги, это очень открытый вопрос, в том числе, вот, это ляжет на этот Верховный Совет. Ну, учитывая, как бы, такие, как бы, моменты, возможно, он, как бы, справится с этим решением. В контексте электроэнергетики очень важный будет момент существования дальше вообще ядерной отрасли Украины, в смысле атомных электроэнергетиков. А вообще, может стоять вопрос о том, будет ли она существовать дальше или нет, потому что, ну, насколько понимаем, наверное, это половина всей электроэнергии, в принципе, в стране выработана. Да, если округлить 45%, это с уверенностью половина, можно сказать. Тем более сейчас уже, вот именно сейчас, в эти дни, атомные электростанции, они вырабатывают 60% уже, потому что угля не хватает, и на них, как бы, ложится дополнительная нагрузка, что очень рискованно и очень опасно. Вот почему, возвращаясь к тому, что нужно будет действительно этому Верховному Совету решить, или мы сворачиваем ядерные проекты в Украине, в смысле атомные электростанции, их строительство, или мы их развиваем. Почему? Потому что мы фактически уже вот с 2011 по 2017 год, мы должны продолжить эксплуатацию всех блоков, которые уже выработали свой ресурс запроектированный. Это не означает, что они уже в плохом состоянии, они в хорошем состоянии, прекрасном. Это опыт и США, и европейских стран, продлевать термин эксплуатации. Но это означает однозначно то, что, условно говоря, если мы продлили термин эксплуатации блока в 2014 году, то уже в 2030 году нам точно придется закрыть эту электростанцию, этот блок. Или построить на его месте новую, потому что нужно заменить мощность, они же вырабатывают электроэнергию. Или построить не атомную электростанцию, а, например, тепловую, солнечную, ветровую, биогазовую. Которые вкупе смогут заменить мощности генерации, которые зависели от этой станции. Да, и, конечно же, в этом плане атомная электростанция, как бы кто бы ни относился к ней, она, конечно, очень опасная, как мы видели и Чернобыль, и Фукусима, последний пример. Но она все-таки дешевая, действительно. И она как бы самая мощная. И мы видим примеры Франции, где 85% электроэнергии вырабатывается с атомных электростанций. И страна как бы успешно функционирует, слава богу. И на должном уровне поддерживает безопасность этих электростанций. Да, да. И, кстати, второй момент очень важный, что вот для этого Верховного Совета будет стоять такой момент вот обеспечить выделение средств для энергоатома, для ядерной отрасли атомной, для того, чтобы выделять больше денег на вот эти блоки. Потому что они продлеваются, и они сразу требуют больше денег для обеспечения безопасности, как бы создания комфортных условий. Ну, ключевым моментом, конечно, будет то, какой мы путь выберем. То есть будем мы достраивать, например, ту же Хмельницкую атомную электростанцию, два блока, и кроме них еще другие атомные электростанции, или мы будем избирать другой путь. Вот это открытый вопрос. И здесь я даже не могу прогнозировать однозначно, потому что, по моему мнению, как бы в Украине нет другого пути, как все-таки выводить те блоки, которые будут уже заканчивать свою работу вот через 20 лет, например, через 25, и вместо их строить новые блоки. То есть вот этот верховный свет, он должен принять такое решение, потому что затягивать уже нету куда, потому что нужно, опять-таки, найти инвестора за время, за короткое время. Это 10 лет, это может пойти время, которое потратится на поиски инвестора, и еще 10 лет пойдет на то, чтобы построить эти блоки, например. Вот эти 20 лет прошли. Это на самом деле очень... Это вопрос долгосрочной перспективы и такой стратегии, в которую почему-то политики последнего времени в Украине вообще не заглядывают. В ближайшие 5 лет посмотрели, что можно сделать, что-то поделали, и ушли на покой отдыхать, а о том, что будет через 25 лет, 50 лет, зачастую не задумываются. К сожалению, вот этот Верховный Совет, он попадает в такую полосу, знаете, уже дедлайна, то есть крайней точке, когда уже нельзя затягивать, потому что, по большому счету, и достройка Хмельницкой АЭС этот вопрос обсуждается уже более 10 лет. И вот затягивали, затягивали всегда. То есть на самом деле, это можно было начать еще... начать и завершить уже в середине 2000-х годов. Но, учитывая политические нюансы, отношения с Россией, невозможность найти опять инвестора ориентированного, невозможность определить, каким путем Украина идет, ядерным или не ядерным. Вот это как бы останавливало и тормозило. Но вот этот парламент, именно, он уже должен будет принять решение. Потому что, если он не примет, мы просто в будущем превратимся из страны, которая сегодня даже экспортирует часть электроэнергии, мы превратимся в страну, которая будет импортировать. Еще больше зависеть от... Зависеть, а это даже... Зависеть, это еще такой вопрос, один. А второй вопрос, мы все будем, как потребители, платить просто высокую цену за это. В буквальном понимании, очень будет высокая цена за киловатт электроэнергии. В контексте тоже электроэнергетики, что важная, как бы, такая сфера для Украины, повторюсь, потому что она очень изношенная, она в очень... в худшем положении, чем газовая отрасль. Это, как бы, действительно развитие альтернативной энергетики. Потому что мы видим сейчас вот в этой такой предотопительной... Когда готовились к этому отопительному сезону, мы увидели, как Кабинет Министров пытался всеми силами как бы заместить использование природного газа, в том числе и альтернативными путями. Это как бы не только дрова, пелеты там... Мазут. Мазут. Хотя это вот такой более традиционный, как бы, путь, но он тоже присутствует. Он просто какое-то время не использовался, потому что вроде бы все было хорошо с газом. Да. Ну, потому что он дорогой просто, он дороже. И, то есть, солнечная энергетика, ветровая, мы видели, что они развиваются в нас, как бы, в нашей стране. И, опять-таки, здесь будет, как бы, некий такой, я бы так сказал, конфликт в Верховном Совете, который вот будет уже новый работать, потому что мы приняли, мы приняли, как бы, второй и третий энергопакет, и, соответственно, мы до 2020 года, это буквально осталось нам немножко, всего шесть лет, даже меньше, мы должны нарастить выработку электроэнергии из зеленых источников, то есть, это как бы менее вредные, менее экологически чистые источники, до 10%. То есть, это очень долго. И это тоже подразумевает те же вложения, необходимость инвестиций, на фоне того, что нам необходимо модернизировать АЭС, нам необходимо модернизировать ГТС, и прочее, и прочее. Да, да, и тепловые электростанции в этом контексте, это вообще отдельная тема, ну, это более уже частный, вопрос частного бизнеса, в случае вот сейчас, который мы имеем в Украине, военная ситуация, как бы экономическая сложная, очень сложная, катастрофическая, я бы так сказал, то это будет все равно ложиться на плечи государства, по крайней мере, провести вот этот диалог с собственниками, да, как бы с разными компаниями, там же есть и российские, и украинские компании, и совместно с ними, как бы принимать это решение. Вот это все ляжет на плечи этого Верховного Совета. Насколько он будет готов вести диалог со всеми, не только с Европейским Союзом, а с Россией, вот в вопросе энергетики, это тоже очень открытый вопрос, потому что он как бы, сегодня на него нет ответа, как бы, и мы увидим вот уже конкретные действия. Ну вот, если так, ну, конечно же, такой общий, еще более общий над всем вопрос стоит эта разработка все-таки новой энергостратегии. Насколько я знаю, сейчас уже занимаются этим вопросом, уже переписывают. Я помню еще, когда она только принималась, то лично я тоже сразу сказал, когда мы ее анализировали, читали, я сказал, что после ее принятия на следующий же день нужно будет сразу писать новую, потому что действительно, она как бы, она констатировала более те процессы, которые уже в нашей стране утвердились, но она действительно не дала прогноза, как будет развиваться энергетика Украины. Там, например, в той стратегии, которая была принята буквально полтора года назад, там не было, что можно разговаривать, можно вести разговор об аренде ГТС, там не было о возможности приватизации энергоатома, энергоатома, то есть, там не было такого, а оно уже по факту есть. Кстати, это вот очень важно тоже вспомнить о том, что есть законопроект, существует, он внесен в этот Верховный Совет, уже новый, имеется в виду, в старый Верховный Совет был внесен, и уже новый Верховный Совет будет рассматривать его тоже. Это приватизация 40% энергоатома или меньшего пакета акций. Это будет сделано, если это будет сделано, то это, эти деньги пойдут именно на достройку, на построение новых блоков атомных электростанций. Но, насколько это выгодно Украине продавать часть фактически стратегического объекта энергоатома и перескакивать этот этап корпоратизации, потому что в течение 2011-2013 года тоже велись разговоры о корпоратизации энергоатома, но не о приватизации. То есть, корпоратизация, она дает возможность компании привлекать просто средства на открытых рынках, кредиты, по большому счету. А приватизация это уже продажа конкретного имущества, я бы так сказал. Поэтому мы здесь тоже увидим, конечно же, конфликт интересов, потому что в этой сфере заинтересован Вестинхаус, американская компания, американо-японская. Они лоббируют такой вариант, потому что они заинтересованы и купить этот пакет, и деньги потратить на строительство блоков АЭС в Украине. Вложить, по сути, в свой же бизнес. Конечно же, да. И они заинтересованы в поставках ядерного топлива на украинские АЭС. И это, опять-таки, получит, я бы так сказал, если не критику, то, по крайней мере, такую очень жесткую конкуренцию со стороны ТВАЛа, российской компании, которая традиционно поставляет тепловыделяющие сборки на АЭС Украины. И не хочется, чтобы наша страна превратилась, опять-таки, в поле битвы энергетической, да, между гигантами, на самом деле. Это большие корпорации. Бизнес-энергетические гиганты, которые, опять-таки, соединятся на территории Украины в неком конфликте. А если рассмотреть вот альтернативный вариант, если говорить не о приватизации, не о привлечении инвестиций при помощи передачи, опять-таки, части стратегических объектов собственности Украины, а, возможно, наоборот, монополизация этого рынка, когда государство бы при определенном управлении все эти энергомощности собирало бы и диктовало определенные единые условия для всей, например, энергогенерации и создавало, опять-таки, работало во благо своего народа. То есть мы вырабатываем электроэнергию, она у нас не очень дорогая, прибыль от нее идет на социальные проекты, на развитие той же энергетики. Вот такой вариант, в принципе, рассматривался как таковой. Я думаю, вы знаете, что мы можем, конечно же, увидеть, и, возможно, даже нынешний Верховный Совет, он и станет как бы активным участником этого процесса, учитывая то, что частный бизнес не сможет как бы тянуть на своих плечах вот эти энергетические проблемы и модернизации АТС, и замена линий электропередач. Теперь-таки, как их контролировать, Каждого уговаривать? И, соответственно, государство может, конечно же, пойти, и вот, повторюсь, это будет лежать на плечах Верховного Совета однозначно, как бы, потому что у нас парламентско-президентская республика, нужно понимать, у нас парламент как бы более ключевой, то, возможно, даже может идти речь о, ну, или национализации, или реприватизации частичной. То есть, действительно, для того, чтобы стабилизировать энергосистему, как электрическую, так и газовую, возможно, даже будет рассмотрен вариант частичной, как бы, реприватизации. Это, как, например, всегда вспоминают Маргарет Тэтчер, которая, как бы, национализировала угольные предприятия Великобритании еще в 80-х годах прошлого столетия. Поэтому, но кто возьмет на себя такое решение, как бы, опять-таки, в этом парламенте мы увидим. Вопрос уже к персоналиям. Так, персональ, потому что это, действительно, может быть выходом из ситуации сложной экономической, как бы, ну, вообще, мировой проблеме, потому что кредитов нам уже не будут предоставлять с такой легкостью, как бы. Это этот год, вот, 2014, он, как бы, ознаменовался таким, как бы, таким денежным дождепадом на Украину, как бы, хотя это и кредиты, их нужно отдавать, но все равно их было достаточно. В следующие года, я думаю, их будет меньше, в том числе, на энергетику их не будут выделять. Конечно же, кстати, отдельная тема, и очень важная, это энергоэффективность, как бы, которая касается более жилищно-коммунального хозяйства, и это очень, как бы, перспективная сфера, и там, это я даже не сомневаюсь, это Верховная Рада, наверное, это сделает, это можно прогнозировать, даже с такой уверенностью, на 99%, это приватизация части ЖКХ, то есть, вот, с ЖЭКов, как в нашем понимании, это туда входит и водоканалы, как бы, и тот, кто убирает, вывозит мусор, там уже много и частных компаний работает, и арендованных, то есть, потому что это единственный путь, каким образом эти жилищно-коммунальные хозяйства, то есть, водоканалы, теплокоммунерго, это и теплокоммунерго касается, приватизация также, они могут привлечь средства. Кстати, такой путь, уже он, уже были подготовка к этому, потому что еще в 2012 году были внесены изменения в закон о природных монополиях, который фактически позволил жилищно-коммунальным хозяйствам отойти от регулирования тарифа, то есть, он им позволил включать в тариф так называемую инвестиционную составляющую, то есть, ты можешь пойти взять в кредит в банки, ты можешь договориться с частным лицом, с инвестором, с компанией, но это подразумевает, я думаю, однозначно приватизацию, потому что инвестировать не в свое, мало кто захочет, захотят быть собственником этого, это очень как бы прибыльный бизнес в мире, как бы вот обслуживание, мы видим даже новые дома в Украине, которые строятся, и там, где есть сразу их обслуживают частные жеки, они очень себя комфортно как бы чувствуют, но опять-таки там высокие ставки тарифа. Опять-таки, у них есть некие природные монополии, которые все равно их каким-то образом пытаются зарегулировать, потому что, но все равно дешевле получить там, например, тепло или воду невозможно, потому что невозможно. Понимаем, что многое действительно будет зависеть от нового украинского парламента, от Верховной Рады Восьмого Созыва, то, каким будет этот парламент, о том, какие лица мы в нем увидим, будет зависеть сегодня от каждого из нас, от каждого украинца, который фактически сегодня может воспользоваться своим конституционным правом и проголосовать на выборах Верховную Раду Украины. Я благодарю вас за то, что сегодня были в гостях в БТБ. Мы продолжаем наш марафон, продолжаем следить за всем происходящим, ну и, конечно же, говорить о том, с какими вызовами и первейшими вопросами столкнется Верховная Рада Украины нового Созыва. Будьте с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова